Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшнего Разворота, глава ассоциации владельцев аптек Янис Липкинс. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямом эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете писать нам сообщение через WhatsApp 230-6191. Тема достаточно такая, вечно зеленая, можно сказать, всегда актуальная, проблемы лекарств. И вот, в частности, сейчас Министерство здравоохранения во главе с Элзой Винкелой затеяли, хочется сказать, очередную во многом такую реформу, даже революцию, можно сказать, в сфере лекарств, в фармацевтической сфере. За эфиром в двух словах вы тоже успели выяснить, что вы в целом одобряете политику, которую Элзой Винкелой сейчас реализует. Но вот если по пунктам, например, говорить, как уже было сказано, многочисленные нововведения, в частности, касающиеся цен, ценовой политики. В принципе, на это все направлено, чтобы лекарства стали более доступными. И есть вот несколько этих шагов, которые Элзой Винкела предпринимает. В частности, о том, что с будущего года разница между двумя лекарствами с одинаковым терапевтическим свойством не может превышать 100%. Правильно я излагаю. Ну, эта модель уже копируется с Литвы, где каждый год уменьшается цена медикаментов с одинаковым химическим составом. Но чтобы разницы не было между медикаментами порядка 300%, получается, что вот эти дорогие медикаменты в цене должны падать и подтягиваться к более дешевым медикаментам. Но сейчас, да, Вы назвали эту цифру 300%, и она звучала и до этого уже. Действительно, вот такие бывают, такая разница у, в принципе, лекарств с одинаковыми, что называется, свойствами лечебными. Да, бывает. Бывает, где меньше, но это, по-моему, министерство брало вот эти 300%, это было именно по сердечному заболеванию. Сердечно-сосудистому, да? Там, где больше всего вот эта разница в процентах между ценами медикаментов. Опять же, традиционный вопрос, если Литва, ну, по другим параметрам мы тоже вот попозже еще поговорим, что Литва во многом, она вот на шаг впереди оказывается. Почему так происходит? Ну, не только Литва, нас Эстония тоже опережает во многом, да. Если мы посмотрим по бюджету на лечебные учреждения и так далее, на медикаменты, то Литва и Эстония нас обгоняют по компенсационному бюджету почти не в два раза. То есть, по компенсированным лекарствам мы идем? Да, 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 именно. И получается, что литовцы и эстонцы больше денег тратят на лечение, в том числе они получают тогда и больше вот этих дешевых медикаментов. Потому что если список компенсированных медикаментов и закупки больше, то есть, у государства есть возможность сбивать цену. Если ты закупаешь меньше у тебя, инструментов на влияние на цену, то есть, остается меньше. А вот мы говорим, лекарства с одинаковым химическим элементом, разная цена, разница достигает 300%. Что в таком случае является решающим при выборе сегодняшнего клиента? Получается, это реклама, это чисто маркетинговая история? Ну, надо понять, что есть производители, которые на рынке уже находятся очень давно, которые тратят большие средства на рекламу, на обучение врачей. Здесь тоже делают всякие конференции, где все время рассказывают про свои медикаменты. Есть производители так называемых генерических медикаментов, которые по составу те же самые, но они намного дешевле, чем оригинальные медикаменты. И смысл в том, чтобы научить или приучить людей покупать вот эти более дешевые медикаменты и не покупать вот то, что ты как бы по привычке покупал все время, потому что есть более дешевые аналоги. Ну, получается, маркетинговая история, потому что если я, например, ограничен в своем бюджете, я заинтересован в том, чтобы приобрести что-то более дешевое, что мешает мне прийти и сказать, скажите, пожалуйста, я знаю, что это очень раскрученное лекарство, а можете поскать такое же, но подешевле? Ну, до сих пор это было как бы, ну, как, приходите и спрашиваете, а если не спрашиваете, то вам выдали то, что врач написал. То, что винтелы хочет менять, это то, что сейчас будут в рецептах выписываться международные химические названия, а не брендовые названия. И что правила сейчас под этим разумевают, что будет производить в аптеке? Вам будут выдавать самые дешевые лекарства, которые есть в аптеке. Причем по закону, это будет по закону. По закону, да, будет выдаваться самое дешевое. Но тут уже начинают пациенты и врачи возникать, что как же так, ну, раньше можно было доплатить и взять что-нибудь покруче, так говорится. А теперь? А сейчас получается, что вот это доплатить можно будет только в случае того, если вот этот более дешевый медикамент не помогает, и врач написал об этом в агентуру лекарств. Ну, то есть это целый процесс такой. Да, да, то есть врачу надо будет обосновать, почему он пациенту выписал медикамент подороже и почему ему нужно вот эту разницу доплачивать. Автоматически сейчас все пациенты будут получать самые дешевые. Но вы вот этот подход, да, это один из еще один таких вот подпунктов этой реформы Минздрава нынешней, написание в рецепте не конкретного бренда, да, это можно сказать, конкретного лекарства производителя. Мы уже где-то с 2009 года поддерживаем идею о том, что нужно выписывать вот самое химическое название. Активное вещество. Да, не брендовое, то есть не рекламировать самые дорогие лекарства, а выписывать вот химическое, а потом уже вот пускай пациент с фармацевтом или с врачом выбирает уже, ну, что тогда больше человеку подходит. Но рекламировать вот конкретно вот дорогие медикаменты, это, наверное, неправильно, потому что у нас бюджет компенсации такой, какой он есть. И чем больше мы можем, то есть, сэкономить где-то и, может быть, включить новые какие-то позиции в компенсационный бюджет, ну, у нас нет другого варианта, как экономить где-то. Ну, вот, да, фундаментальные вопросы, действительно, эта инициатива встретила контрмнение, скажем так, со стороны семейных врачей, а не против, насколько я понимаю, ассоциация озвучила такую позицию. И, да, вот, можно сказать даже по факту, наша редакция, в принципе, после объявления этой новости получила несколько отзывов от встревоженных пациентов, которые считают, что, с одной стороны, да, это вот такая, как бы, экономия видимая, но, с другой стороны, есть разница, все-таки не просто так, одни лекарства стоят дороже, а другие дешевле, и есть разница в качестве, несмотря на то, что активное вещество, оно одно и то же. Что можно сказать? Терапевтический эффект у дорогих и у дешевых, в принципе, должен быть одинаковым, да, но могут быть какие-то нюансы в составе, там, какие-то вспомогающие вещества, может, у кого-то аллергия на что-нибудь, да, и так далее, да. Ну, вот, это все-таки не мелочь. Если раньше автоматом выписывалось дорогое лекарство, потому что считалось, что оно лучше, да, сейчас врачу надо будет обосновать, почему вот это дешевое не помогает. Вы сказали, считалось, врач, который выписывает лекарство, видимо, он же не основывается ни на рекламе, у него есть знания. Врач же тоже человек, но он использовал, годами использовал одно лекарство, оно помогает, да, зачем ему экспериментировать, выписывать что-то другое, если он с этим лекарством не знаком, да. Но вы упомянули всякие конференции, я так понимаю, что врачи их посещают и как-то просвещаются. Это тоже, да, врачи ЖНО, они тоже их обучают, там везде присутствуют рекламы и так далее. Конечно же, там тоже врачу запомнить все брендовые названия невозможно. Но одно остается какое-то, да, в голове, ну вот это и выписывалось. Сейчас будут ломать вот эту традицию и будут обучать, вот выписывать вот химическое название, да, а это уже дает свободу, там, подыскать уже нормальное лекарство, которое помогает, но которое дешевле, да. И пациенты тоже все время жалуются, что все лекарства дорогие, почему, если у него там стопроцентная компенсация, почему ему нужно доплачивать. Ну вот сейчас министр принял решение, что не надо будет доплачивать, будешь получать на свой стопроцентный рецепт стопроцентный объем, да, то есть компенсация и ничего не надо будет доплачивать. Как не надо доплачивать, опять плохо, да, вот не дают возможности выбирать. Да, но вот это все-таки момент, еще раз, чтобы мы его проговорили, вы так просто сказали, что у лекарств с одинаковым активным веществом, да, химическим компонентом, должно быть одинаковые лечебные свойства. Должны быть или по факту все-таки являются? Есть разница в качестве? Ну, как говорится, вот таких свидетельств от врачей, что не помогает дешевый, нет по статистике, значит, они помогают. Или тогда нужно вот сейчас будет врачам проводить письменную работу и отписываться, почему не помогают, да, и будут смотреть. Ну, это новый эксперимент, да, мы здесь не проходили это, да, и нужно, и нужно, да. Которые вот пациенты сейчас и используют, и которого они боятся, слово эксперимент. Все боятся, понимаете, все боятся, боятся фармацевты тоже боятся, потому что они как бы на фронте вот с пациентом, они первые, которые получают по голове, если что-то не так, да. Если пациент недоволен, но все свое недовольство высказывает фармацевту, ему приходится вот с этим каждый день работать, да, с недовольным пациентом. Потому что до министерства пациенты обычно не достукиваются, да. Ну, вот дальше, если двигаться по этой теме, вот написание нового рецепта по новому формату, еще одна такая тревога пациентов связана с тем, что, с одной стороны, правильно ли теперь понимать, что для производителя выгоднее будет делать свое лекарство более дешевым, таким образом вот подниматься на этот верх самого дешевого. И может ли случиться так, что, ну, человек, понятно, у него есть курс, он принимает лекарства, может быть, год, а может быть, пять, да. И может быть ли произойти так, что эти вот самые дешевые лекарства, они будут меняться, и он просто, вот у него будет, это, опять же, лекарства с одинаковым активным веществом, но разные. И там, как мы уже сказали, разные побочные эффекты, разные все, то есть получится у него в одном курсе будут абсолютно разные, ну, самые болезни, дискуссии были особенно насчет пациентов, которые имеют психологического рода расстройства, да, и там пациенты очень строго подходят к цвету таблетки, да, если у него была синяя таблетка, почему сейчас красная, да. Там на эмоциональном уровне, да, если протесты будут, да, но чисто по идее, если химический состав одинаковый, да, то есть терапевтический эффект тот же самый. И, конечно, у врачей остается по-прежнему возможность выписывать брендовые названия, но процентуально это уже ограничено 30% из 100% выписанных медикаментов, да, то есть у врачей остается возможность выписывать брендовые, если дешевые не помогают. Ну да, тоже вот экономия денег и платежеспособность жителей Латвии, тоже так это позиционируется все министром, но, опять же, вот с человеческой точки зрения, потому что мы все это говорим в таких формальностях, да, вот там законопроект, но сводится все к общению между пациентом и врачом. И они каким-то образом коммуницируют, договариваются по поводу того, вот, ну, каким является частный случай частного человека. Если сегодня человек не может позволить себе дорогое лекарство, ему не может врач или в аптеке той же подсказать каким-то образом помочь? Ну, такой вот человеческий фактор здесь играет какую-то роль? Не, ну, конечно, даже сейчас было, если человек приходит, да, он говорит, вот, сколько все стоит, то, что ему прописали, да, и называет сумма, он говорит, я не могу этого позволить себе купить, что я могу не пить. Да, и тогда уже начинается диалог между фармацевтом и пациентом. И обычно находятся варианты, как подешевле, то есть, может быть, не надо отказываться, можно найти более дешевые аналоги, и человек, как бы, получит то, что ему нужно, выздоровеет, будет получать полный курс и не будет, там, экономить, там, вот, не буду пить три таблетки, буду пить одну, да, это тоже неправильно. То есть, уже диалог с фармацевтом очень важен, чтобы объяснить человеку, что можно, что нельзя, что нужно, что не надо. Но этого было недостаточно, то есть? До сих пор была практика такая, что просто человек приходил от врача, если фармацевт даже начинал этот разговор, ну, пациент отвечал, ну, что ты мне тут порешь, да, мне врач сказал, что мне надо, врач умнее тебя, что ты меня учишь, да, вот такой у нас разговор. Сейчас уже получается, что человек придет с рецептом и получит самый дешевый для него, самый выгодный вариант. Министр Элзинкел также говорит, что вот за счет этой реформы такой, то есть, эта реформа позволит расширить список компенсируемых лекарств. Просто, может быть, вы объясните, какая... Министерство подсчитало, что вот в итоге этой реформы, она будет тратить примерно на 20 миллионов меньше, чем сейчас, то есть, останется... Ну, трудно понять, как они считали, да, но посмотрим, поживем и видим, но как бы министерство обещает, что они будут в список компенсаций включать новые медикаменты, и те пациенты, которые до сих пор все покупали за свои деньги, наверное, будут в выигрыше, потому что их диагнозы тоже начнут компенсировать. Да, это хорошо, и, в принципе, нам нужно было бы каждый год увеличивать бюджет компенсации, потому что компенсация – это единственный способ, как понижать цены на лекарства. А есть ли уже какие-то предположения, какие лекарства могут зайти в эту зону, и каким следовало бы, с вашей точки зрения? Нет, но есть целый вид новых, инновативных медикаментов, которые позволяют вылечивать почти такие болезни, которые раньше там, ну, человеку даже не давали возможности идти на работу, да, сейчас есть... Но они некомпенсируемые сейчас пока? Они пока что нет, у нас тоже из балтийских стран, если посмотреть, то есть, на инновативные медикаменты, мы в последнем месте, мы отстаем и от Эстонии, и от Литвы, да, то есть, по количеству вот этих новых, новых, но дорогих медикаментов, которые там, в принципе... О каких болезнях? Вот несколько примеров идёт речь. Ну, есть всякие, гепатиты и так далее, да, то есть, я сейчас не хочу вникать там конкретно по каждым диагнозам, потому что... Но, кажется, в гепатите компенсируемые присутствуют какие-то уже? Ну, их, да, их начинают помаленьку включать, да, в компенсации, да, но раньше вообще ничего не было, да, мы там жили полувека давней терапии, да, и по сравнению с другими сторонами европейскими мы конкретно отставали. То есть, в этом плане мы в этом списке где-то внизу, да? Мы помаленьку начинаем, да, включать новые вот эти медикаменты, и там министерство тоже хочет, чтобы государственные институции начинали вот подсчитывать, да, выгоду от новых медикаментов, чтобы не было так, что их там просто тратим деньги, а никакого вот смысла от этого нету, да. Если есть подсчеты, что человек может с новым медикаментом в полноценную жизнь ввести, да, и идти работать, платить налоги, да, то есть государство выигрывает. И над этим тоже надо работать, хотя, ну, там тоже есть и по новой этой реформе есть возможность тоже, например, если лекарство содержит три активных вещества, можно будет в аптеке заменять их отдельными лекарствами, то есть по отдельному активному веществу, то есть вместо одного препарата получить три, которые в комбинации дают такой же результат, но вот эта комбинация из трёх медикаментов тоже должна стоить столько же или даже дешевле, чем вот это комбинирование медикаментов, это тоже новый подход. Вот вы наверняка тоже знакомы с дискуссией по поводу того, можно ли приобрести, то есть разбить приобретение компенсируемых лекарств на несколько этапов, потому что опять же всё упирается в платежеспособность, чего пока мы не можем сделать. Это уже старая проблема, потому что министерство не поддерживало идею, что можно вот эти трёхмесячные рецепты разбивать по месяцам, да, то есть вся политика вот по компенсации была такая, что ты должен взять всё разом. Что, конечно, сложно. А если обычный рецепт, не компенсированный, да, то можно его выбирать по отдельности. Но компенсируемые, мы понимаем, что это более сложная история. Да, компенсированные нужно было, да, и, ну, сейчас начинают над этим думать, ну, может быть, здравый смысл возьмёт верх, и можно будет и делить уже вот эти компенсированные медикаменты. Ну, я понимаю, что там проблема не столько политическая, сколько вот с подсчётом, как используются вот эти медикаменты и оплатами, потому что НВД проводит эту оплату раз в месяц, да, и им, я так понимаю, технически невозможно… Национальная служба здравоохранения. Да, 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 да. Ну, это техническая проблема, а не сколько политическая. А вот что касается компенсируемых лекарств, вообще, правильно ли я понимаю, или, может быть, заблуждение, что в странах Западной Европы вот такого понятия, оно вообще не особенно развито, вот понятие компенсируемых лекарств. Там государство берёт на себя ценовую вот саму эту политику, и за счёт этого сбалансируется цена на лекарства. А компенсироваться там как таковое, там, например, в Великобритании не компенсируется. Или это не так? Нет, подходы разные, подходы разные, но если государство более богатое, как Великобритания, да, то, в принципе, там, получается, по-моему, все рецептурные медикаменты частично компенсируются государством, и независимо от того, сколько медикамент стоит, пациенту в аптеке платят одну фиксированную сумму, да. То есть, ну, скажем, там, 10 евро за пачку, и несмотря на то, сколько она там, 30, 40 или даже тысячу стоит, да, ну, у него одна фиксированная сумма. То есть, западные страны больше вот поэтому работают? Больше поэтому работают, да, и они тоже, то есть, государство, они специально доплачивают производителям за новые медикаменты, чтобы они больше денег вкладывали в инновацию, в новые медикаменты разрабатывали. Ну, таким образом даже субсидируют производители, чтобы они приходились новыми медикаментами, новые болезни, новые медикаменты. У нас это, конечно же, нереально. Ну, для нас это утопия, но мы хотя бы могли бы догонять Эстонию и Литву, да, то есть, по бюджету, куда нам нужно двигаться, то же самое НДС, да, в Литве и Эстонии меньше, чем у нас. Конечно, сейчас министерство объявило, что они не будут требовать изменения НДС, то есть, понижения, потому что они считают, что будет такой же сценарий, как с фруктами и овощами, да, местными, что он просто за счет падения НДС поднимется цена на продукцию. Но медикаменты, там другая история, потому что на них наценка-то фиксированная, а на общей нет, да, то есть, ну, мы считаем, что если бы понизить НДС, то это тоже бы, конечно, оставило в кармане пациента больше денег. Небольшой перерыв, сейчас буквально пару минут, вернемся через несколько минут. На Балткоме разворот! Продолжается разворот, глава ассоциации владельцев аптек Янис Липкинс у нас в сегодняшнем эфире, мы говорим о лекарствах, пожалуйста, присоединяйтесь. 672-12-93-9, 672-13, 93-9, WhatsApp, 230-6191, все, что касается лекарств, ценовой политики, политики Министерства здравоохранения и прочего, вы можете высказываться, мы сегодня это обсуждаем. Вот что касается аптек и выбора, приходится иногда еще слышать такие тоже свидетельства покупателей о том, что препараты, которые они покупают, они якобы делятся. Вот есть лекарственные препараты формально, да, есть так называемые пищевые добавки, есть еще какие-то медицинские инструменты. И когда ты покупаешь один препарат, он может каким-то образом попадать в эти разные категории, при этом это может быть непонятно, неизвестно обывателю, но это влияет на свойства. Опять же, вы можете объяснить по этой теме, действительно ли это так и как это все различить? Да, ну, во-первых, на пищевых добавках уже написано, что это пищевая добавка, если зайдете в аптеку, да, то в зале самообслуживания у вас не будет лекарства. То есть, если на полочках там что-то лежит, это будет, скорее всего, пищевая добавка, потому что лекарство все будет за спиной у фармацевта. Это первый признак, как можно различить. Потом вот проблема на самом деле с этими пищевыми добавками началась тогда, когда производители начали считать, что для них выгоднее, да, и если регистрация медикамента стоит порядка нескольких тысяч, то регистрация пищевых добавок намного раз дешевле, и не нужно каждый год платить там взносы за содержание вот этого регистра лекарства. И поэтому многие производители свои, например, вот сиропы от кашля, в принципе, регистрируют как пищевый добавок. Да, вот с сиропом от кашля, кстати, и были связаны эти случаи, действительно. Да, вот, так что, ну, нужно тогда… А есть ли этот загадочный термин «медицинский инструмент»? Это что? «Медицинская карта», как она называется, «ярийца», да, это не лекарство. Да, ну, вот, скажем, некоторые исландские, это как называется, терпись… А, исландский мох? Исландский мох, да, тоже регистрируют как медицинское вот это… «ярийца». Ну, такое народное средство, что это называется. Да, ну, на самом деле получается так, что он как бы смазывает горло, да, и тебе легче там, ну, кашлят. Да, то есть, у него нет лечебного свойства, но у него больше как бы механическое вот это воздействие. То есть, основная вот эта проблема была с сиропом, да, я так понимаю, всё-таки, который попадал… Ну, есть сироп, нет, есть сиропы, конечно, там вторая категория – это витамины тоже, которые… Есть, например, витамин D, который может быть регистрирован как лекарство или как пищевая добавка. По большому счёту состав вот этого витамина, он, в принципе, одинаковый как с лекарством, только вот в инструкции пишется, что вот доза вот этой пищевой добавки намного меньше, чем и в лекарственной дозе, да. Там разница, ну, так по химическому составу, в принципе, ну, идентична. Давайте звонки примем, наденьте вот наушники перед вами. Да, добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Я бы, конечно, хотел задать этот вопрос нашему министру здравоохранения, но поскольку ваш гость в этой передаче завёл разговор, у меня вопрос о логике. Значит, с точки зрения, я не специалист в медицине, и поэтому о профессиональных способностях министра здравоохранения я судить не могу. Я могу судить только из расчёта логики. Вот у меня к вашему гостю вот какой вопрос. Получается так, что сейчас всем под одну гребёнку будут выписывать, условно говоря, медикаменты по нижней цене. И тогда где логика? Естественно, что финансовые возможности у всех пользующихся услугами аптек разные. Почему, например, я не могу... То есть логично было бы, что если у меня, например, больше финансовых возможностей, то я могу выбирать из вот этого ряда медикаментов то, которое подороже, потому что я считаю, что оно мне больше помогает. Вот почему вы этот вопрос как бы не обсуждаете? Да, да, спасибо, я понял. Простите, пожалуйста, просто хотим дать возможность другим тоже высказаться. Мы обсуждали этот вопрос, ну, давайте ещё раз вот скажем. Для тех, кто может себе позволить и хочет себе позволить средства подороже, они просто этой возможности будут лишены. Как в министерстве пояснили, можно покупать, что ты хочешь, но тогда за свои деньги. Да, но если врач себе выписал рецепт, ты уже не можешь купить то, что хочешь. Нет, врач может выписать компенсированный рецепт, а также некомпенсированный. Если вы его об этом попросите, да? Да. Ага, таким образом это работает. Хорошо, ещё один звонок примем. Добрый день. Добрый день, у меня к вам вопрос. Именно с темой, с которой я столкнулась. Вот, например, мне семейный врач выписывает битакс. 10, это компенсированное лекарство, 10 миллиграмм мы договорились, да? Я должна принимать его каждый день обязательно. Я ходила, уже две недели хожу по аптекам, а на складе нет этого лекарства, 10 миллиграмм, есть только 20. А 20 мне не могут дать аптека, говорит, идите к врачу, чтобы он переписал рецепт. Вот, врач сейчас в отпуске, и даже запись к семейному где-то, ну, порядка 10 дней, 2 недели. А я должна его каждый день принимать. Что мне делать в этом случае? Спасибо. Ну, обычно врача замещают другой врач, который может выписать вот этот рецепт. Но тут тоже надо смотреть, есть ли вообще медикамент, да, вот такой вообще есть ли он на рынке, да, который выписывается. Иногда врачи не проверяют, есть лекарство или нет, выписывается. Ну, это да, на государственном уровне, наверное, надо решать, чтобы не было ни недохваток вот этих медикаментов. Вот по этому поводу, по поводу доступности, громкая история, кажется, конца прошлого года и начала этого. Это сообщение, совет по конкуренции о том, что вот недоступны многие компенсируемые лекарства по причине того, что они реэкспортируются в больших количествах. Вы тогда очень тоже так громко выступили против, опубликовали мнение по этому поводу, что это исследование было советом проведено не объективно. Но тем не менее, вот как журналисты, подхватив это заявление, потом выяснили, действительно происходит реэкспорт наших компенсируемых лекарств в западные страны, потому что значительная разница в цене, и как мы уже много раз сегодня говорили, просто выгодно. И из-за этого у нас нехватка. Вот по этому поводу. По этому поводу тоже изменения в правилах кабинета МИЗИСТРа будет. Будут запреты выводить на вывоз лекарств, если его будет не хватать. Но мы уже смотрим, что происходит в других государствах. Например, в Бельгии сейчас Конституционный суд решил, что запрет на экспорт медикаментов неконституционален, и они констатировали, что более 500 медикаментов на бельгийском рынке недоступны по венепроизводителям, которые не поставляют вовремя медикамент на рынок. И в КСМС это проблема есть? Я думаю, что если введут у нас запрет на вывоз, он покажет, что все равно, даже если не будем вывозить медикаментов, не будет хватать, и мы придем к тому же выводу, что и бельгийцы в том, что медикаменты не поставляются в необходимом количестве. Но запрет – это такая крайняя мера. Есть ведь еще возможность, наверное, какого-то регулирования. И вот вы сами не раз уже предлагали создание, например, базы. Будет. База будет, да. Она уже разработана. И правила Кабинета министров говорят о том, что все оптовики будут с утра и вечером подавать данные на остатки медикаментов. Ежедневно? Да. Ну, эта база просто здесь тоже, мы уже переходим к теме, как это назвать, электрификации вообще и всего этого, что является для нас вообще больной темой. Насколько вы просто, как скоро эта база может появиться, насколько она может быть успешна, насколько с той концепцией, которая сейчас представляется, она действительно рабочая, вам кажется? То есть это все решаемо буквально созданием базы? Я думаю, что со следующего года все будет работать. В таком случае система Ездоровья, она была запущена, ну, сколько уже прошло? Уже прошло какое-то время. Со системой Ездоровья там немножко другая история. Министр знал о том, что она не готова, но политически нужно было ее запустить. Если тебе говорят, что у тебя на машине только три колеса, четвертого нет, ну, ехать нельзя, ну, там политическое восстановление было, ничего, поедем на трех. Ну, и так получилось. Но по факту сейчас система, как вот этот статус можно назвать, она работает или это просто бесполезная пока, какой инструмент? Скажем так, когда ее запустили, это был ужас для врачей, для фармацевтов и для пациентов. И потом начали ее латать, да, то есть одну дырку за другой закрывать, ну, по крайней мере, сейчас она уже не зависает, да, то есть она работает, но недостатков еще хватает и работает над тем, чтобы их устранять. Но это требует огромных денег, да, и денег у нас обычно никогда нет, и поэтому все так тянется медленно. Но ответственность вы, как я понял, возлагаете вот на предыдущего министерства, ну... Ну, это было политическое решение, да, запустить неготовый продукт, и так делать нельзя. А причина просто давление со стороны чего? Ну, то есть... Почему это нужно было, вот нельзя было... Ну, надо было показать, что мы что-то делаем, что мы что-то создали, да, что мы будем лучше, чем эстонцы или литовцы, но оказались там, где оказались, да. Но вот сейчас Илз Винхил, опять же, преемница, можно сказать, Анды Чакши, она высказалась по поводу системы здоровья, назвав ее, по-моему, ребенком неправильно принятым при родах, и сказала, что, будь моя воля полностью, я бы вообще отменил эту систему. Это было бы правильно, ее бы надо было отменить и разработать совсем новую с нуля. А все эти средства, которые были потрачены, в том числе наши с вами, по-моему, в 10 миллионах шла речь, мы просто об этом должны как забыть? Ну, это чисто по-латвийски, как говорится, тратить деньги на то, что уже морально устаревшие, уже на тот момент, когда выходит. То есть, ее разрабатывали много лет назад, эту систему, очень долго разрабатывали, когда уже выпустили, как говорится, на рынок, она уже морально устаревшая. Да, ну, я понимаю, что вы, в первую очередь, конечно, являетесь в своей отрасли, это очевидно, но просто невозможно не заметить такую тенденцию, что у нас с введением электронных систем во всех отраслях, где пытались это сделать, везде были какие-то неудачи, ну, то есть, там система школы, система здоровья, различные истории с электронными системами, налоговые службы. У вас есть какие-то соображения, почему такие неудачи постоянно? Ну, потому что, если посмотреть, кто закупает у нас все вот эти системы, да, там обычно некомпетентные комиссии, в которой, ну, там, людей принуждает, ну, ты будешь в комиссии, да, а ты что-то понимаешь от этого, не понимаешь. Ну, если ты не понимаешь, что ты покупаешь, ну, тогда и ты покупаешь то, что ты купил. Еще звонок примем. Перезвоните, пожалуйста, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста. А вот по поводу ее здоровья, они будут в оконцовке, что все равно дешевле у эстонцев попросить сделать Ctrl-C, Ctrl-V? Спасибо. Спасибо. Такой вариант тоже предложился, но министерство уклонило его. Ну, у них какие-то свои соображения, что мы каким-то образом отличаемся, и что вот копировать точно вот такую систему не получится. А проблема поддельных и фейковых лекарств тоже периодически становится актуальной, насколько она актуальна сегодня? Потому что, насколько я понимаю, принимаются меры по борьбе с этим, в частности, история с верификацией лекарств. Если привести вот эту историю верификации, то здесь система верификации, она тоже электронная система. Она действует? Да, она действующая, и ее создавали общественные организации и участки рынка, а не государства. И получилось так, что эту систему ввели довольно быстро, в течение двух лет. С первого февраля, кажется, она здесь. Стоило намного дешевле. И все работает, и никто не жалуется. Так что, государство может поучиться у частных учреждений, как нужно вводить вот такие... А в чем принципиальная разница была? Что сделано здесь правильно по отношению к тому, что неправильно? Когда предприниматели делают систему, они ее делают максимально эффективной, потому что... Потому что они тратят свои деньги. Да, они тратят свои деньги, не чужие деньги. А с государственной системой, если что-то не так сделано, ну ничего, попросим еще денег и еще заработаем. То же самое, что с дорогами. Никто не делает качественные дороги, потому что на латании дырок можно заработать больше. С верификацией лекарств все-таки были разговоры о том, что далеко не все, особенно это касается тех, кто в провинциях, в регионах аптеки, не все могут взять и ввести эти сканеры. И многие аптеки даже речь шла о том, что многие должны были закрыться. Потому что они не могли тянуть вот эти новые правила, обязывающие приобретать там технику специальную и так далее. Ну, для больших сетей проблем не будет, потому что у них свои IT-полоразделения, которые занимаются программированием и так далее. Маленькие частные аптеки, они в принципе вынуждены кооперироваться с какими-то другими большими компаниями, которые могут поставить уже вот эти системы. Но если не ввести эту систему в верификации, то работать в принципе нельзя. А как это все? Прошло уже практически полгода. Ну, вот как видите, ввели систему, она работает, сканеры стоят. Вот что с сельскими аптеками? Они стали кооперироваться или позакрывались многие? Ну, нет, там нашли более дешевый вариант, что можно использовать не только сканеры, можно и мануально вводить эти коды в веб-страницу. Это затрудняет этот процесс покупки. Можно было использовать и мобильные приложения, то есть в телефоне сканировать QR-коды. Так что система более эластичная, чем государственная. Частные производители, они находят решение для бизнеса, в том числе и для маленьких аптек. Но вот это введение системы верификации, возвращаясь к вопросу поддельных лекарств, это действительно такой эффективный удар по фейковым лекарствам? Или есть другие каналы, есть интернет и все прочее? Конечно, интернет это не закроет, то есть черная дыра в интернете. Люди должны думать, что они покупают в интернете, и я бы советовал не рисковать с лекарствами. Если речь идет об интернет-аптеках легальных, там риска нет никакого. Ну и конечно, подделки пока будет выгодно их делать, недобросовестные люди этим будут заниматься, и периодически вот эти лекарства будут попадать на рынок, но система верификации будет помогать их фильтровать, то есть и находить, чтобы они не рисковали жизнью людей. Хотелось бы, чтобы вы еще прокомментировали и озвучили вашу позицию по скандалу с противораковым препаратом Регвир, в отношении которого были констатированы нарушения, приостановлено распространение, и даже этот препарат был вычеркнут из списка компенсируемых. В то же время, как мы знаем, было подано заявление ряда пациентов и специалистов по поводу того, чтобы оставить этот препарат, потому что в нем нуждаются пациенты, которые уже его принимают, и которые, по их словам, являются эффективными. Как вы смотрите на всю эту историю? Я так понимаю, там просто нет аналогов, чем заменить этот медикамент, да, вроде бы, как сказали, консультировать с врачом, что вам там могут выписать, но особенно там, альтернатив-то нету. То есть это не гуманно было? Ну, гуманно-негуманно, но производитель тоже должен соблюдать определенные правила производства, да, и там вместо, как говорится, лимонного сока продавать воду со вкусом лимона, ну, не очень этично, и, наверное... Там проблема была в том, что на упаковке указано заниженное количество активного элемента, да, я так понимаю, или завышенное, наоборот? Да, это констатировали, что не хватает, да, вот этого элемента. Ну, просто по факту это сейчас приостановлено, и все-таки по отношению к пациентам, если нет аналогов, сами сказали, какое решение? Ну, определенная серия, там, разрешили продавать, но поймите сами, при этой цене, которую у этого медикамента, там, вряд ли кто-то без компенсации сможет его купить. Да, это довольно дорогой медикамент, и, ну, один раз, может, у вас денег хватит, но регулярную терапию... Ну, в таком случае, вычеркивание списка компенсируемых, это тоже достаточно? Ну, таким образом наказали производителя за то хулиганство, которое, как говорится, проводил на рынке, да. Ну, наказали производителя, но через производителя наказали? Наказали, и, конечно, пациентов, да. Ну, история не очень хорошая, да, неприятная, но всем надо понимать, что те, которые производят лекарства, да, то есть, играться с жизнями людей нельзя. А такие вещи, вот, такая информация, это делается сознательно, вот вы сказали, лимонный сок, это очевиднее всего, это сравнение, да, чтобы... Да, я понимаю, но очевидно, это сделано производителем сознательно. Ну, скорее всего, или там практики, конечно, бывают разные в мире, да, иногда сознательно занимаются разбавлением лекарств, чтобы продавать больше и больше, зарабатывать, иногда, может быть, не успевают произвести необходимое количество, да, иногда, может, какая-то производительная ошибка тоже может быть, но здесь проводились много анализов на разные партии, да, и там не было так, что только в одной партии была вот эта хулиганка происходила, да, это уже система была. Еще одна тема, которая, вот, сравнивается с Литвой, в частности, это вопрос круглосуточных аптек и возможности приобретать медикаменты не только в аптеках, а в том числе, ну, речь идет о заправочных станциях, даже торговых центрах. В Литве это уже практикуется, здесь у нас это активно обсуждается. Практикуется, но в том же время уже критикуется, потому что возрастает заболевание, вот, связанное с неправильным приемом лекарства, да, то есть там… То есть вы видите больше минусов, в этом вы, в принципе, не поддерживаете введение продажи? Мы нет, не поддерживаем, потому что лекарства, это все-таки перед каждым приемом лекарства лучше все-таки консультироваться с врачом или фармацевтом, и тенденция, ну, то есть с бензоколонками, это не для того, чтобы людям помогать, это просто для того, чтобы продавать больше лекарств, да, чтобы больше заработать на продажах лекарств. Ну, это вот все перетекает плавно в круглосуточную историю, что делать ночью в том случае? У нас, по последним данным, 13 аптек было, да, круглосуточных по всю Латвию? Да. Из них больше половины в Лиге? Да. Тут вторая половина, вот, круглосуточные аптеки, да, все знают, что ночная работа стоит в два раза дороже, чем дневная, да, а тарифы такие же, как и днем, и получается так, что там, где выгодно работать круглосуточно, там аптеки работают. Ну, там, где они закрылись, там, очевидно, ну, ночью никто ничего не покупает, да, и держать сотрудников, платить им зарплаты, если нету пациентов, ну, это не целесообразно. Если хочется содержать вот круглосуточные аптеки, то тогда уже местные самоуправления должны каким-то образом поддерживать аптеки, да, то есть датировать или, ну, если считают, что вот в каждом самоуправлении должна быть такая аптека, то нужно, ну, это социальный проект, да, и там у нас, в социальном уровне тогда нужно вот эту функцию поддерживать. Последний вопрос по актуальной истории, которую сейчас многие комментируют, это легализация медицинской марихуаны, которая вызывает очень такие громкие за и громкие против. В последнем в нашей студии, на моей памяти, Петри Сапинис высказывался, он сказал, что это все ложь и миф медицинской марихуаны, и что достаточно лекарственных препаратов, которые абсолютно имеют те же свойства, и ничего уникального в марихуане нет. Какова ваша позиция? Я думаю, что наше сообщество еще не готово к такому нововведению, да, и там будет, как говорится, злоупотребление вот этим. Но ведь там же жесткий контроль бы этому соответствовал, то есть, ну, это же не было так, что это поступило в продажу какую-то в торговых сетях и в торговых центрах, это ведь рецепты и прочее, вы думаете, что все равно? Пока что, я думаю, мы не готовы к этому, да, может, через лет 20 можно вернуться к этому вопросу, но пока что, я думаю, что нет. А по эффективности? Если врачи не поддерживают, то тоже, ну, не будет у нас этого без поддержки. Просто по эффективности, вот каковы ваши данные, скажем так, вот как тот же Апнис говорил, что это все надуманное, или все же… Ну, скажем так, если бы это было очень эффективно, это уже давно было бы в списке компенсаций. Спасибо большое, нам пора заканчивать. Глава ассоциации владельцев аптек Янис Липкинс был у нас сегодня в гостях, спасибо вам. Спасибо, до свидания. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, всего доброго и до свидания.